Евгений Красницкий. Отрок. Ближний круг. Часть первая. Конец июня, начало июля 1125 года. Село Ратное и окрестности. База младшей стражи. Глава первая. Когда стало понятно, что Мишка пошел на поправку, сотник корней организовал для внука возможность работать языком. Первым на прием явился стерв. Мишка не только уважал его как великолепного профессионала, умеющего передать свои знания молодежи, но и просто симпатизировал ему как человеку. Из-за этого ему было несколько неловко называть охотника кличкой, неблагозвучной для уха человека XX века. Но родового имени стерва он, естественно, не знал. От христианского евстратий сам охотник кривился как от зубной боли. И ничего с этим не поделаешь. К крещению стерв отнесся, как к неизбежному злу. В церковь ходил как солдат в наряд. Не скрываясь, носил на себе языческие амулеты и обереги. И в довершение ко всему имел двух жен. Старшая жена, мать Якова, была сестрой тетки Татьяны. А младшую жену стерв не то что не сосватал, а даже и не купил, получив в придачу к оплате за убийство медведя-людоеда в каком-то очень дальнем лесном селении. По понятиям ратненцев, вторая жена стерва была холопкой. Но когда отец Михаил потребовал от охотника обвенчаться с первой женой, тот вознамерился поступить как раз наоборот. Обвенчаться с младшей. Свои действия он объяснил сотнику Корнею со своей точки зрения вполне логично. Вея и так жена. Все это знают. Они ключу за холопку держат. Пусть не ключа тоже женой будет, да и имя сменить надо. Больно неподходящее. Не ключа от древнеславянского неключимый, бесполезный. Мишка здорово подозревал, что сделал такой выбор стерв исключительно из чувства противоречия. Та же мысль, видимо, закралась и в голову отца Михаила. Венчать стерва с младшей женой он отказался, заявив, что сие будет нарушением таинства брака и поощрением блуда. Так и остался стерв официальным холостяком при двух женах. Яков, насколько понимал Мишка, к двоеженству отца относился совершенно спокойно. Обе жены тоже. Дед же, для виду посердившись, в конце концов заявил, что пути Господни неисповедимы и рано или поздно Господь лишнюю жену сам приберет. Тогда и понятно станет, с кем надо венчаться. Нынче стерв пришел к Мишке по вопросу, вызывавшему у старшины младшей стражи великую досаду вследствие непонимания причин происходящего. Снятие дозора с берега болота, через которое уходили люди в маск-халатах, ввиду полной бесполезности дальнейшего несения дозорной службы. Еще в конце мая Мишка решил связаться с предшественником, в существовании которого был твердо убежден. Для этого он велел Якову развесить на ветках засохших деревьев, стоявших на болоте поодаль от берега, несколько дощечек с одним и тем же текстом. Того, что кто-нибудь прочтет написанное, Мишка не опасался. Во-первых, потому что грамотные люди XII века писали и, естественно, читали уставом, то есть в понятиях XX века по-печатному. Мишка же написал свой текст по-письменному, украсив буквы для затруднения восприятия многочисленными хвостиками и завитушками. Во-вторых, даже если бы и нашелся умник, сумевший разобрать с написанное, смысла он все равно не понял бы, потому что текст был таким. «Центр Штирлицу. Необходим контакт, время и место на ваш выбор». Сигнал — это табличка на дереве ввиду населенного пункта R. Якову, недоуменно рассматривавшему таблички, Мишка объяснил, что это наговор на тот случай, если люди, приходящие через болото, знаются с нечистой силой. Начало было обнадеживающим. Менее через неделю две таблички с деревьев исчезли. А потом ответ оказался совершенно не таким, на который рассчитывал Мишка, как, впрочем, и не таким, какой собирался дать предшественник. Заставу на болоте попытались уничтожить. Спасли ребят только охотничье искусство стерва и здравомыслие первака, чей десяток нес дежурство в ту ночь. Ночь выдалась дождливой и ветреной. Первак совершенно правильно рассудил, что часовые в такую погоду ничего не увидят и не услышат. Сами же очень легко могут быть либо захвачены, либо убиты. Поэтому с наступлением темноты десятник собрал всех ребят в землянке, вырытой в стенки небольшого овражка, и насторожил приготовленные стервом ловушки. Под утро, когда начал стихать дождь, часовой услышал тупой удар, и сверху, почти ему на голову, свалился человек, сбитый с края оврага, подвешенный на ремне колодой. Выглянув из-под навеса, парень различил наверху бледное пятно лица еще одного человека и, не раздумывая, выстрелил из самострела. То ли парню повезло, то ли учение пошло впрок, но он попал, и сверху грохнулся второй труп. Одновременно у входа в овражек раздался крик еще одного из нападавших, придавленного обрушившимся сверху бревном. Выскочившие из землянки на крик и шум ратники младшей стражи лупили с просонье во все стороны из самострелов до тех пор, пока первак не приказал прекратить это бесполезное занятие. А потом сидели на стороже до самого рассвета. Утром послали гонца в ратное, а сами осторожно осмотрели местность, но ничего кроме трех трупов не обнаружили. Прибывшие стерв с Яковом оказались более удачливыми в поисках. Обшарив берег болота, они отыскали сложенные в кучку шесть заплечных мешков. Очевидно, нападавшие перед атакой освободились от лишнего груза, а потом так торопились убраться во свояси, что бросили свои вещички. Сколько было нападавших, шесть по числу брошенных мешков или больше, определить не удалось. Дождь смыл все следы. В мешках тоже ничего особенного не нашлось, кроме одного. Мишкиной таблички с написанным на обратной стороне ответом. Мишка прочел ответ, и ему тут же захотелось что-нибудь сломать, разбить, а еще лучше кого-нибудь убить. Смысл набора примитивной матершины с грамматическими ошибками сводился к простой мысли. «С тобой и с Нинеей будет то же самое». Разумеется, автор не имел в виду, что Мишка с Нинеей будут лежать в вещмешке на берегу болота. Послание, скорее всего, предполагалось оставить на трупах дозорного десятка, но события пошли по иному сценарию. Пережив первый приступ ярости и недоумения, Мишка принялся более тщательно исследовать послание. Обратную сторону дощечки, перед тем, как сделать надпись, очень тщательно ошкурили. Возможно, даже отполировали. После того, как текст был написан, дощечку для большей сохранности написанного покрыли прозрачным лаком. Сама надпись была сделана чернилами, по всей видимости, гусиным пером или чем-то на гусиное перо похожим. Почерк был ужасным. То ли пьяный писал, то ли руки тряслись, то ли и то, и другое вместе. Знаков припинания не было вообще. В нескольких словах были пропущены или недописаны буквы. А имя Нинея написано с маленькой буквы и через Е. Нинея. Заканчивался текст и вообще невнятно. И запми, падла. Запми, видимо, означало запомни. Только что предлагалось запомнить. Текст на этом обрывался. Хотя места хватало еще на несколько предложений. Налицо вопиющий диссонанс. Текст по содержанию и исполнению соответствовал настенным надписям в общественном туалете. А обработка дощечки хорошей мебельной мастерской. Мысленно помянув мистера Шерлока Холмса Эсквайера, Мишка попытался подвести итог своим наблюдениям. Итак, автор послания, несомненно, ваш сэр-современник. По той жизни. Никто из здешних ни прочесть, ни написать ничего подобного не смог бы. Значит, предшественник нашелся. И сам подтвердил свое существование. Just a moment, сэр, Майкл. А почему, собственно, предшественник? Может же быть и последователь? Что с того, что вы посылочку еще не отправляли? Отправите еще. Какие ваши годы? В какой бы момент вашей жизни, сэр, и с какой бы периодичностью посылочки не отправлялись, все они будут получены одновременно. Потому что для адресата все моменты отправки находятся в прошлом. Так археолог может обнаружить в один день захоронения разных веков и даже тысячелетий. Просто они лежали в земле и ждали, пока их откопают. Одно чуть дольше, другое чуть меньше. Если же к вам заявился следующий засланец, то значит посылочки вы отправляли, вернее отправите. Хотя до этого момента вы еще не дожили. Это, конечно, приятно иметь гарантию, что проживешь еще долго до отправки посылочки, но, увы, все-таки предшественник, а не последователь. Последователь наверняка знал бы о вас, искал бы встречи, а не матерился, грозясь зарезать. А предшественник, как там Максим Леонидович говорил, «Умер, утратил возможности, передумал». Что не умер, понятно. Утратил возможности, но уж нет. Посылает разведгруппы, варит стекло, хоть и посредственного качества. Может приказать отполировать дощечку для письма, ну и прочее. Значит, передумал. А ваше, сэр, появление стало для него неприятным сюрпризом. Почему? Другой бы на его месте обрадовался. Реакция его на ваше послание не была скоропалительной. Имел он время подумать, пока дощечку полировали. И такое резкое неприятие. Нет, хватит гадать. Попробуем собрать все, что о нем известно. И составить хотя бы в первом приближении его портрет, как это Шерлок Холмс делал. По одной трости или часам, или шляпе. У вас же, сэр Майкл, кроме дощечки, есть еще и куча побочной информации. Начнем с... Пол. Разумеется, мужской. Гарантировать, конечно, нельзя, но все действия предшественника и текст письма несут на себе отпечаток именно мужской психологии. Какой бы крутой оторвой баба ни была, все равно все выглядело бы несколько иначе. Возраст. Не пацан вроде вас, это точно. У него в подчинении вполне взрослые мужики. Налажено какое-то производство и обучение военному делу. Проводится какая-то политика. Не просто так, ведь он людей к себе собирает. Да и послание ваше, сэр, отнесли именно ему, а потом принесли от него же ответ. Совершенно однозначно взрослый, дееспособный, по здешним меркам мужик, первое лицо в местной иерархии. Вселялся он, так же, как и вы, в детское тело. Значит, здешний его возраст минимум лет на 10-15 больше, чем ваш. Место жительства. Разгромленное Ратненской сотней языческое капище. Когда же это случилось-то? Дед говорил, что Лавру было года два. Значит, чуть больше 30 лет назад. Разгромленное 30 лет назад языческое капище, находящееся к югу или юго-западу от Ратного. Интересно, вселение произошло именно там или предшественник перебрался на это место позже? Вообще-то, маловероятно. Два засыла и оба в одну и ту же местность. Правда, разброс по времени. Стоп. А если он вселился не там? Тогда, чтобы перебраться на новое место и захватить там лидирующие позиции, надо было уже быть взрослым. Значит, он может быть еще старше, чем вы сначала решили. Должность. Род занятий. А вот это интересно. Границу между реальностью и виртуальностью он сечет не хуже вас, сэр Майкл. А следовательно, в священном для язычников месте запросто мог сделать карьеру волхва. Особенно, если принес с собой оттуда кое-какие полезные знания. Кем же вы, уважаемый предшественник, были там? Первое, что приходит в голову, военный. Специфически сообразно требования обстановки, обученный спецназ, диверсионно-разведывательная деятельность, маск-халаты, да и от эпистолярного жанра крепенько несет казармой. Это серьезно. Если его угрозы не пустой звук, и если народу он вокруг себя собрал достаточно, события могут принять весьма крутой оборот. Так вот и закончилась первая попытка Мишки установить контакт с предшественником. Было это в конце мая, а сейчас, месяц спустя, Стерв предлагает снять заставу на болоте. Месяц уже, как никто через болото не шастал, старшина. Нет смысла дальше стеречь, спокойно объяснял Мишки Стерв, сидя возле его постели. Не придут они больше. Я, было дело, опасался, что заявится большой силой, даже показал ребятам, как незаметно уйти оттуда можно. Но милостивые светлые боги не довелось. Что ж, дядька Стерв, они совсем от нас отступились? Не думаю. Скорее всего, другой путь у них есть. Более дальний, чем-то неудобный, но есть. Неужели боятся пацанов-то? Вроде бы не должны. Стерв задумчиво потеребил кончик бороды. По-дурацки у них все как-то в последний раз вышло. Должны же были подумать, что ловушки могут быть. Избежали, как дети напуганные, даже мешки бросили. Как-то оно все... Охотник шаркнул по полу подошвой, словно гасил окурок и почесал поясницу. Не так. Не должно так быть. Стерв помолчал, задумавшись, и, наконец, нашел подходящее сравнение. Зверь так уходит. К примеру, волк подбирается к стаду, и тут его замечают. Собака там или пастух? Тут он сразу же в бега и ударяется. Хотя мог бы и с собакой справиться, и пастухи тоже всякие бывают. Но там-то не звери, люди, да еще и воины. Значит, все-таки боялись, сделал вывод Мишка. Может быть, не пацанов, а не ней? Застава-то на ее земле стояла. А что, может быть? Сразу же оживился стерв. Ночь, дождь, ветер идут по земле великой волхвы для того, чтобы ей навредить. Дозорных на привычных местах не нашли, ничего не понятно. Жуть! И вдруг бух, трах! Одного колодой в овраг сшибает, другого из самострела, третий орет бревном придавленный. Тут не то, что мешок, портки оставишь. Мда, не позавидуешь мужикам, прямо фильм ужасов какой-то. Так и бывает, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Один волхв посылает людишек против другого. И неизвестно, который из них сильнее. Стоп-стоп-стоп! Как он не нею назвал? Дядька стерв, ты сказал, великая волхва? Чего? Стерв придурковато выторчился на мишку. Чего сказал? Ты назвал не нею великой волхвой. Чем волхва великая отличается от обычной? Так кто ж знает? Стерв ухватился за какой-то мешочек, подвешенный к поясу, и принялся сосредоточенно соскребывать с него ногтем пятнышко. Может, она и не великая вовсе? Люди болтают, языки без костей. А что бывает, если два волхва между собой схватятся? Откуда ж мне знать? Стерв пожал плечами. Это у волхвов надо и спрашивать. Все, закрылся. Теперь ничего не добьешься. Ладно, попробуем по-другому. Дядька стерв, помнишь дощечки, которые я на деревьях развесить велел? Ну, случайно оговорившийся охотник стал настороженно немлагословным. А потом одну из этих дощечек нашли в брошенном мешке. Нашли, было дело. Так вот, на другой стороне той дощечки в ответ на мой наговор было написано заклятие. Мишка в упор уставился одним глазом в лицо стерву. И в заклятии том нинея помянуто. И что? Смертью ей грозят. Не от ведовства, а от людей, от обычного оружия.